Всем привет! Это серия видеоуроков, посвященная конструктору или движку OpenSpace 3D. Основная сцена находится здесь. Направление сцены сверху. Включить курсор. Двигать, вращать и растягивать. Это то, что отвечает за сетку. Это информация на сцене. И увеличение на выборном объекте. Можно еще плюс плоскости. Вид спереди, вид сверху, вид слева. Вид из перспективы переключаться. Но это все можно делать кнопками. Сам неверх это новая сцена. Открыть цену, сохранить цену, сохранить цену. Как добавить импорт в сцену. Вот основная кнопка, которая импортирует 3D объекты. Настройка проекта. Когда проект готов, там название и прочее. Можно ввести автор. Загрузка экрана. Путь к значку. Ширина и так далее. И заветная сцена. Можно сохранить цену для экспорта. Экспортирует он на андроид, пока Windows, iOS и так далее. Там несколько всего. Многим, конечно, будет интересен за счет то, что он может экспортировать очень легко и быстро на андроид, без всяких проблем. Тут все настройки. Когда устанавливается программа, обязательно, чтобы она скачала все плагины, которые идут вместе с ней. Если она что-то не скачает, обычно лучше отключать антивирус, потому что плагины начинают ругаться, не устанавливаться и весь движок становится коревым. Сбоку вот здесь находится дерево сцены. На дереве сцены. Как раз вы располагаете все свои объекты. Если каких-то объектов вам не хватает, правой кнопкой по сцене. Вот тут видите настройки визуализации, где включается HDR. SAU. SAU это специальный метод теней, дорисовки теней, что создает сцену более такой естественный. Метод тени. Здесь выбирается обязательно метод тени, если у вас тени есть на сцене. Если вы их не выбрали, тени не будет. Настройка тумана. Настройка тумана. Несколько видов туманов. Линейный. Экспозиции две. По точкам. Так. Настройка тумана. Схема материала. Схема материала сейчас, по-моему, не используется. Да. Потому что тут появилась новая, новый редактор материалов настройки физики. Она обязательно включается, если у вас есть физика на сцене. Если нет физики, ее можно не включать. Если не включили, физики не будет. Настройки окружения. Это дополнительная функция, когда можно включить ее, настроить дату и так далее, и так далее, и так далее. ХДР, 3D облака, воду. И будет такая естественная природная среда. Сейчас вам покажу. Вот. Океан, небо, глубина. Все это здесь настраивается. Заготовка луны, океан. Гладкая вода. Сверху можно отключить, чтобы она не мешала. Еще обратите внимание, что у некоторых менюшек снизу есть включить-выключить. То есть, вот так. Это есть анимация и вот эта визуализация, чтобы подстраивать сцену. Так. Внизу находится... Редактор логики. Редактор логики. Это вот эта вкладка с ценой. В нее заходите. Здесь есть настройки input. Это методы ввода. Потом позже я расскажу подробнее. Интерфейс. Это кнопки, картинки, которые можно сейчас размещать для управления. Материал. Это управление материалом. Математика. Это математические все действия. Действия. Медиа. Это различные картинки, видео и так далее. Миск. Это то, что не вошло никуда, но очень востребованная игра бывает. Основные ифты здесь. Это глобальная переменная иф, которая часто используется. Потому что здесь еще... Open URL. Так. Ну, некоторые могут, например, делать свои браузера и так далее. Sequence. Sequence очень хорошая штука. Это выбор поочередной. Switch. Switch. Это левый, правый. Это переключатель. Switch case. Это когда несколько переключателей. Можно там хоть кучу создать. Ну, простая переменная. Таймер. Также здесь есть. Navigation. Это простая навигация, которая может использоваться. Ну, если вы, например, не хотите создавать FPS-lay controller. Это бегающий и прыгающий персонаж. Экзамены Wave. Это просмотр модели вокруг, вверх-вниз. Например, если вы делаете какую-то презентацию. Minimap. Это карта. Это дополнительная видеокамера. В этом настраивается и так далее. И просто типа FPS-lay controller. Но управление несколько другое. И топорное, я считаю. Поэтому этим и пользуюсь. Network. Это работа с интернетом. Очень хорошая штука. Можно создавать интерактивные сцены, где люди могут общаться в чате там с друг другом и так далее. Соединение. Ну, тут все настройки Web Control. Объект. Основные тоже. Отсюда используется эта анимация. Анимация свитчер. Это выбор анимации. И... Так, что здесь? А, distance. Очень тоже важная штука. Используется как триггер. Выбрать объект. Камеру. Hide. Спрятать. Она тут используется как destroy. То есть, если объект спрятали, то спрятали его на совсем. Если показали, то показали нормально. Так, light, свет. Это управление светом. Свет здесь отдельно включается, выключается не hide. То есть объекты, они по сами по себе, свет сам по себе. Объект кликать. Это действие на объект. Можно кликать. Можно, например, выбрать поверхности. Сделать 3D-мышь на этой поверхности. То есть он будет отмечать, где находится курсор. Также можно делать подписи. Объект контрол. Это контроль объектом. Например, если у вас один объект, то можно вертеть, крутить. Там всякий разный паяц. Так, это уже до пошли действия. Следовать, идти, привязать. Объект манипуляет. Муфту это двигаться. Объект позицион. Объект тракт. Партикл. Партикл это когда у вас есть партиклы. Ротейт вращать. Ротейт вращать почему-то. И вот сделать активную камеру. И цель. Физика. Физика тоже основная штука, которая здесь есть. Потому что триггера практически нет. Все используется с помощью физики. Первая физика. Баланс сокет. Это вращение вокруг чего-то. Или присоединение к чему-то. Объект к объекту. Физика контакта. Это когда один объект столкнулся с другим. Вот это как раз и есть местный триггер. Так, хинга. Это я не помню еще. Физик импульс. Это управление импульсом. Движением можно создать объекту. И так далее. Например, если шарик должен лететь. Физик импульс поинт. Это точки. Физик маус. Это физическая мышка. Например, вы поставили фпс контроллер. И вам нужно, чтобы он таскал ящики. Ставите физик маус. И у вас персонаж может передвигать тяжелые приметы. Тут также настройки есть. Физик радар. Радар очень удобная штука. Это тоже своего рода триггер. Но более такой не как коннект. Контакт более такой точный. Если контакт будет каждый раз срабатывать. Как прикоснуться к радару. Только когда в него вошел объект. Физик рей. Это луч. Физик рей импульс. Это я еще не использовал. Физик слайдер. Это движение объекта по объекту. Физик тулс. Это тоже хорошая штука. Это управление всей физикой на объекте. А если нужно, сделать ее программно. Там, отключение гравитации и так далее. Физик рейс. Это для транспорта. Дальше пошло. Рабиспери. Это для управления специальным китайским программным обеспечением. Которое продается везде. Можно управлять роботов создать. Здесь программирование. Рендеринг. Рендеринг. Advanced. Крайкаст. Композитор. Это все, что используется в действии с экраном. Скриншот. Фулскрин. Небо. Можно оттенную воду сделать и так далее. И переключение по очкам. Например, стерео. Там и так далее. Вейпорт. Это можно с камерой разместить. Специально, например, текстуру видео сделать и так далее. Ну, пожалуй, краткий ввод готов. Это то, что касается убранства. Все объекты располагаются на диске C. То есть стандартную утюм. Тиму. Open Space. Ассет. Примитивис. Здесь выбираем прикуп. Здесь движение. Кнопками 1, 2, 3, 4. Переключаем. 1, например, 2 это двигать. 3 это вращать. 4 это растягивать. Вот так. Растягивать. Не хочет почему-то растягивать. Так, 2. Угу. Двигать до низ. Материалы создаются. Нужно создать материал, базу. Например, назовем ее примитивы. Примитив. Сохранить. А здесь уже на само название материала. Например, куб 1. Усоздали материал. Кликаем на него. У нас открываются настройки материала. Распространенная. Это то, что у нас основная идет. Нотка текстуры. Туда. Хотим к ящик. Потом хотим разместить названную. Вот эту штуку нажимаем здесь. Материал разместился. И дальше по настройкам уже можно разобраться. Ничего, отражения, нормали и так далее. Так. Ну, основное я показал. В следующем уроке займемся уже логикой. Всем всего хорошего. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok